Здорово, ютуберские! Немного позднее обычного, привычного, но все-таки выхожу в эфир с мнением по матчу Ростов-Локомотив, кубковая игра третьего тура группового этапа пути российской премьер-лиги Кубка России. Проиграли 2-1. Опоздание не потому, что проиграли, опоздание потому, что матч среди недели и руки не доходили до того, чтобы записать мнение по игре. Тем более, что и вот на стриме у меня не получилось записать, очень хотелось спать, но это мои проблемы. Не загоняйте себе, не забивайте себе этим голову. Главная проблема матча Ростов-Локомотив была в том, что по всей видимости этот матч не был не нужен вообще никому в Локомотиве. Ну, судите сами, да, у Локомотива есть капитан Дмитрий Баринов, у Локомотива есть явный лидер Артем Дзюба и оба не поехали на эту игру. То есть просто вообще не поехали, их не было даже в раздевалке. Понятно, Дмитрий Баринов дисквалифицирован, понятно, Артем Дзюба не может, наверное, играть 2 раза в неделю, ну, по крайней мере, его берегут от того, чтобы играть 2 раза в неделю. Но, тем не менее, это такие лидеры, которые бы в раздевалке, которые бы на трибунах помогли бы команде тем, что просто заводили ее и не давали команде упасть в отношения. Ну, мы уже 2 матча в групповом этапе выиграли, с чем нам париться, с чем мы тут сейчас будем выгрызать. У нас там Балтика впереди, у нас там сборная впереди, лучше немножечко побережем свои силы. И со стороны клуба было ровно точно такое же отношение, что раз они отпустили Дзюбу и Баринова в Москву, то, наверное, матч, по большому счету, был клубу не особо важен. Ну, а тут еще и прям, ну, самое-самое явное подтверждение, это то, что Уилсона и Сидора отпустили точно так же в Москву, но не потому, что было какое-то предложение по Уилсону и Сидору, и нужно было бы ему отправляться на медосмотр, отправляться во Францию, готовиться к переходу в другой клуб. Нет, Уилсона и Сидора отпустили просто потому, что такое предложение могло быть, и это очень странно. И сейчас уже пятница, и Уилсон и Сидор никуда не переходят, команда уже давно вернулась в Москву, и, в общем, можно было спокойно Сидора брать с собой в Ростов-на-Дону, спокойно бы он там сыграл, и очень сильно бы нам помог, потому что проблема в атаке, конечно, без Артема Дзюбы и без Уилсона и Сидора, они очень большие, практически некому забивать. Есть Максим Глушенков, он забивает, но ждать того же от Сергея Пеняева, от Вадима Ракова, от Владислава Сорвелли мы пока, к сожалению, не можем. Уилсон и Сидор, ну, худо-бедно, те моменты, которые были бы у него в этой игре, наверное, бы решал лучше, чем тот же Владислав Сорвелли. Помните, да, вот этот вот навес Сергея Пеняева и Сорвелли, который бьет головой. Ну, согласитесь, и Сидор, он и выше, и головой играет лучше, чем Владислав Сорвелли. Сорвелли бы лучше передачки в ноги отдавать, но этого, к сожалению, не было. И вот это вот отношение, да, это просто кубковая игра в групповом этапе, где главное не занять четвертое место, а мы уже две победы одержали. Ну, сейчас съездим, немножечко побережемся, и потом уже выйдем на Балтик. Вот это вот прослеживалось, наверное, всю игру, за исключением небольших отрезков. Михаилу Глоктенову понравился второй тайм, но и во втором тайме тоже были проблемы, связанные с нежеланием вступать в единоборство, нежеланием там как-то более контактно, более плотно вести борьбу, и преодолевать себя, то есть делать рывки тогда, когда ты уже устал. Вот вспоминая матч с Сочи, где Карпука с язык на плечо, он уже очень устал, очень жарко, но он добегает эти моменты на фланге, он бросается в подкаты. Другие ребята тоже очень активно вступали в единоборство, выигрывали их. Всего этого не было просто в матче с Ростовом, и в итоге где-то 15 минут мы посидели на чужой половине поля, перехватывали все мячи, но как только Ростов начал навязывать контактную борьбу, как только Ростов сам пошел вперед, как только начался прессинг ростовский, Локомотив очень быстро сдулся, потому что для того, чтобы сохранять мяч у себя, тебе нужно быть сильнее соперника. А вот это быть сильнее соперником нам не удавалось, и как будто бы и не очень-то и хотелось. Причем, когда это от какого-то одного игрока, да, мы можем это все списать на неудачную форму, на неудачную позицию, на какие-то там проблемы, может быть, психологические. Но это было у всей команды. Мы, по сути, если посмотреть статистику, то хороший процент единоборств, более-менее хороший, был только у одного человека, это Ивана Кузьмичева. И, ну вот, ему, наверное, было нужно в этом матче что-то тренеру доказать, что-то показать, и он старался. Поэтому, в целом, если пытаться выделить лучшего игрока вообще за 90 минут, понятно, да, там вышел Глушенков, забил гол и был очень хорош, но если выбрать игрока за 90 минут, то, наверное, это Иван Кузьмичев. Потому что, если посмотреть игроков атаки старта, Владислава Сорвелли, Сергея Пеняева, Рефата Жамалединова, Вадима Ракова, то у них на четверых 10 выигранных единоборств. За, ну, практически там, ну, у кого-то за 45 минут, у кого-то за 60 минут, но 10 выигранных единоборств. Просто, чтобы вы понимали, у Дзюбы в матче Сочи у одного Дзюбы больше 20 выигранных единоборств, и отличный процент этих самых выигранных единоборств. То есть он там 35 или 36 раз вступил в них, больше 20 выиграл, а здесь и самих единоборств мало, и выигранных практически вообще нет. Естественно, вы не можете переходить на чужую половину поля, когда кто-то из полузащиты отдает пас в атаку, и этот мяч тут же теряется, потому что игрок не может поставить спину, игрок не может выцарапать мяч, игрок не может обвести один в один. Игрок ничего не может, он просто теряет мяч, как только этот мяч к нему попадает. К сожалению, это проблема. И пока, конечно, конечно, пока мы можем говорить о том, что этот матч не очень важен. Это выезд в Ростов после двух побед в Кубке, где у нас все более-менее хорошо. Но этот матч, это очень опасная тенденция. И вполне допускаю, что в дальнейшем я этот матч с Ростовом буду еще неоднократно вспоминать, именно в контексте того, что... А вот помните, вот это началось еще в Ростове, когда мы не могли выиграть единоборство, когда мы просто вышли спустя рукава на игру, как будто бы мы самые сильные, мы уже выиграли. Тут же еще накладывается то, что и сам Ростов к этому матчу подходил в состоянии команды, которая проигрывает 0-4 Сочи, команда, которая вообще просто всем крупно проигрывает, Крыльям Советом и всем остальным. Да, то есть тоже могло как-то психологически сказаться на наших ребятах, что, а, ну мы сейчас выйдем и в полногих обыграем. А мы не можем выйти и не можем обыграть их в полноги. Другая проблема заключается в том, что текущая схема, по которой играет Галактионов, она заточена, ну как она не заточена вообще ни под кого, но она более-менее подходит определенному набору футболистов на поле. То есть вот в этой схеме более-менее можно играть, когда наконечник Артем Дзюба, когда наконечник Максим Глушенков, когда наконечник Владислав Сарвели или наконечник Уилсон Исидор. Это не получается. Просто у нас не получается переходить стабильно на чужую половину поля и играть у чужой штрафной. Игроки атаки хотят, вот те перечисленные трое человек, хотят получать мяч в ноги, хотят получать мяч на скорости, а мы играем так, как будто у нас на острие остается Артем Дзюбой. И мы начинаем закидывать им верхом, мы начинаем играть с ними в недодачу, так, чтобы они поставили корпус, они оттеснили двух защитников и отдали какую-нибудь скидку. Дзюба так играть умеет, но это вообще не игра Уилсона Исидора, это вообще не игра Владислава Сарвели и это не игра Максима Глушенкова. Хотя Глушенков потихонечку начинает искать свои моменты и с Глушенковым начинают играть по-другому. По крайней мере, ну, процент выигранных единоборств у Максима Глушенкова лучше, чем у всех остальных из атакующих ребят матча с Ростовом. Но все равно это очень слабо, все равно это не то, что будет работать постоянно на дистанции и тем более с сильными защитниками, с сильными соперниками. Но Михаил Галактионов не хочет меняться под состав, который у него есть. Он об этом прямо сказал на послематчевой пресс-конференции. Он сказал, что у нас есть Артем Дзюба, без него мы теряем определенные качества как на поле, так и за его пределами. И мы не хотим шарахаться от состава и от соперника. Это тоже модель, которая имеет право на жизнь. Здесь я не критикую Галактионова. Но если вы идете по этому пути, я об этом писал на Бусте, я об этом тоже, по-моему, говорил в одном из предыдущих роликов, если вы хотите идти по этому пути, когда у вас схема, она железобетонна, и под нее пытаетесь переломить, научить своих игроков играть именно вот в этой схеме, то здесь уже работа спортивной дирекции. То есть это уже обязательная работа Ульянова, чтобы привести футболиста, который может играть чистую девятку. То есть человека, который собирает мячи, который борется много, который навязывает много единоборств с соперником, как это, собственно, делает Дзюба. Не надо пытаться переломать Владислава Сарвелли и сделать из него девятку. Это не выйдет. Он просто не способен чисто по каким-то своим физиологическим причинам. Ну и учился он там 25 лет играть совершенно в другой футбол, нежели то, что сейчас ему предлагает Галактионов. Да, может быть два пути. Либо Галактионов подстраивает схему под Глушенкова-Сарвелли, да, играем в два нападающих, обладающих, постоянные разрезающие передачи, какие-то постоянные вытягивания на себя соперников, увод защитников со своих позиций, да, это одна схема игры. С Дзюбой другая схема игры. И, ну, многие команды, продвинутые команды, умеют играть в зависимости от того, с кем они играют. Но есть и тот путь, который выбрал Галактионов, да, чтобы у тебя все игроки умели играть в одной определенной схеме и четко понимали, что в ней делать. Но, к сожалению, у нас сейчас второй вариант не проходит. Зато можно сказать, что уже более-менее выкристаллизовался основной состав. Да, то есть мы практически наверняка будем теперь и видеть, например, центр обороны Фасон Морозов. Да, Фасон, конечно, нажимался вдоволь в матче с Ростовом. Но все-таки, все-таки мы видим, что когда на поле Фасон Морозов, у нас два сухих матча уже, у нас два матча, в которых мы пропустили всего один гол. Короче, ну, такая более-менее хорошая связка, стабильная и дополняющая друг друга. У нас точно совершенно должен быть на поле Дмитрий Рыбчинский, потому что Дмитрий Рыбчинский единственный правый полузащитник, который понимает, что ему делать на бровке. Вообще единственный бровочный футболист в нашей команде не только на правом фланге, но и на левом. Поэтому Рыбчинский в 4-2-3-1 чуть ли не главный футболист. Точно так же, как у нас был Камано по весне, который понимал, что делать на фланге. Точно так же теперь это Дмитрий Рыбчинский, который понимает, что делать на фланге. Ну и, кстати, довольно полезно играет. Практически наверняка на левом фланге у нас теперь будет Антон Миранчук, потому что Сергей Пеняев вышел и снова особо ничего не показал. Он был активен, он пытался нагнетать, но продуктивность, эффективность действий Пеняева, она остается около нулевой. Его навесы тяжело притворять в голы, его прострельные передачи ничем не заканчиваются, ну и обыгрыш как не проходил, так и не проходит. Поэтому я думаю, что со старта теперь будет чаще начинать Антон Миранчук, он здорово провел свой матч против Сочи. Ну а Сергей Пеняев будет выходить уже на второй тайм и пытаться додавить ослабшего соперника, имеющего чуть меньше физических сил. И естественно нападающий Дзюбой и под ним Максим Глушенков. Вот в таком формате мы более-менее можем играть. Увы, Рифаджи Малединов не убеждает, увы, Сергей Пеняев не убеждает, а это Вадим Раков получил шанс, тоже им не воспользовался. Ну а других футболистов у нас как бы по сути и нет. Что с Уилсоном Сидором, я так и не понимаю. Это хороший знак, потому что постоянное тасование состава, оно все-таки ни к чему хорошему не приводило. И мы только сталкивались с тем, что футболисты не очень понимают, куда бегут их партнеры, куда нужно отдавать передачи. Это было и в матче с Ростовом неоднократно, когда у нас дается передача в одну зону, а наш игрок бежит просто в противоположную или, там, не знаю, дается в недодачу, а игрок в этот момент рывок делает. Такого в матче с Ростовом было просто повсеместно. И это тоже, конечно, очень сильно влияет на то, как просто и легко мы отдавали мяч Ростову. Это вообще главное, что... Почему Ростов смог нас переиграть, это то, что мы сами без какого-либо давления от Ростова, без каких-то сложных передач, которые пытались придумать, мы просто отдавали мяч Ростову. Это были постоянные апсайды, это были постоянные пассы ваут, ну и это были закидушки на игроков, которые не способны бороться в воздухе. В то время как Ростов как раз очень здорово борется в воздухе и играть с ними таким образом было не очень здорово. К сожалению, провалились отдельные футболисты, с которыми... на которых я возлагал определенные надежды. Я очень хотел, чтобы вышли как минимум Константин Мардешвили, как минимум Вадим Раков и как минимум Марио Митой. Остальные опционально, но вот эту тройку я хотел видеть. И, к сожалению, все трое сыграли ниже уровня, на который я рассчитывал. Вадим Раков по-прежнему ничего не может сделать на правом краю атаки. Это не его позиция, на мой личный взгляд. В молодежке он не прикован к определенной позиции, он часто получает мячи и отходит за ними в глубину. Более-менее научился он играть не наконечником, как это было в UFL 2. Но именно фланговым футболистом он никогда не был и вряд ли будет. У нас для этого есть Никита Чугунов или Владислав Мамонов или еще какие-нибудь ребята. Константин Мардешвили, увы, вообще не опорник. Он не хочет играть в опорной зоне. Он не дает того объема, который дает даже Дмитрий Баринов. Хотя и Дима тоже бывает сачкует. И в матче Сочи, например, не добегал до Нобоа несколько раз. Но Мардешвили просто забивает на эту работу. И один Карпукас весь, все пространство покрыть не может. Ему надо и фланги страховать, и в центре бегать. И опять же, даже Карпукас в этом матче был бледной тенью самого себя. Уж насколько здорово он сыграл в матче с Сочи. Был одним из лучших игроков, если не лучшим. И просто, ну, как будто на Ростов не настроился. Как будто ему вышел на товарищеский матч. Здесь ножку не буду совать. Здесь там не добегу. Здесь кто-нибудь другой меня подстрахует. И в итоге пришли два гола на наши ворота. Но Мардешвили, который мог бы его подстраховать, мог бы помочь, старался все время где-то в атаке находиться. Потому что, а вдруг мяч отскочит, а вдруг он пробьет, и гол какой-нибудь красивый забьет. Увы, не всегда это у него проходит. Бил через себя, тоже не прошло почему-то. Короче, Костя Мардешвили решил быть игроком атаки в нашей команде. Что довольно странно. Потому что конкуренция на позицию атакующего футболиста в локомотиве огромная. И пробиться туда Косте Мардешвили, наверное, вообще не получится. В опорке хотя бы какие-то шансы были. Но для этого нужно пахать, 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 отбирать мячи и много-много бегать. Мардешвили очень много не добегал. Ну и Марио Миттой косвенно причастен к обоим голам, которые у нас случились. Проиграл борьбу верховую Галенкову. Проиграл борьбу на левом... Ну, проиграл борьбу Галенкову во втором голе верховую. Прямо конкретно. И в первом голе тоже не оказался там, где нужен. Там, конечно, гораздо больше накосячили Фасон и Сильянов. Фасон, потому что проиграл борьбу все тому же Галенкову. Точнее, выиграл борьбу у Галенкова. Но отскок оказался в ноги Егору. И Сильянов, который решил, как я ненавижу, играть от Харена Байрамяна в двух метрах в обороне. Да, то есть, а что сейчас Байрамян сделает, подожду, посмотрю и вступлю в отбор уже как-нибудь потом. Но оказывается, что Байрамян может отдать передачу внутрь штрафной. Галенков просто забьет свой эпизод, выйдя один на один. Нужно было играть в прием. Нужно было валить Байрамяна, если уж не получается, чисто отобрать. Но не давать ему принять мяч, подумать и сделать передачу. К сожалению, Сильянов вообще не очень хороший матч провел. Его долгое время игнорировали. В первом тайме ему практически не отдавали передачу. Все старались играть через МИТЭ. Ну а потом, даже когда его уже подключали, у него было много брака. И второй гол тоже его ошибка дал абсолютно без сопротивления навесить на Галенкова. Так что, ну опять же, да, разрыв между основой и запасом у нас очень сильно становится понятным. Да, то есть Тикнезян явно сильнее, чем Саможников и МИТЭЙ. Нинахов явно сильнее, чем Сильянов. Так что в ближайшее время в матчах чемпионата я бы на их появление не рассчитывал. Ну, кроме как со скамейки запасных. Больше честно говоря, мне кажется, не имеет смысла этот матч каким-либо образом обсуждать. Потому что, ну, это не тот матч, который Локомотив пытался выиграть всеми силами. Не тот матч, который был необходим Галактионову для того, чтобы побеждать. Если бы это было так, то у нас бы Дзюба и Баринов были вместе с командой. Мы бы не отпустили Исидора просто так. У нас бы команда явно более заведенно бросалась в единоборство. И, может быть, что-то выигрывало бы в большей степени. А это, соответственно, означает больше атак на ворота Ростова. Сам Ростов особо ничего не представлял из себя. И пустот, пространство на чужие половины поля было много. Если бы мы реально выигрывали эти самые единоборства. Если бы мы бежали в атаку, если бы мы отдавали нормальные передачи. То, на самом деле, честно говоря, думаю, что больших проблем было у Локомотива и не было. Но теперь посмотрим, что будет с Балтикой. Потому что все, что я сейчас говорю и все, что команда сделала в матче с Ростовом. Простительно. Если мы обыгрываем Балтику, если потом обыгрываем Оренбург. Если потом в Кубке у нас нет никаких проблем с тем, чтобы выйти с одного из первых двух мест. Действительно, выездом, тяжелым выездом в Ростов можно было бы и пожертвовать. Ну, просто товарищеский матч с повышенной ответственностью. Проверили запасных футболистов, что-то о них поняли. И продолжаем битву дальше. Но если мы сейчас не обыгрываем Балтику. Если у нас будут какие-то проблемы с выходом в Кубке России с одного из первых двух мест. То вот этот матч мы с вами еще плохими словами неоднократно вспомним. Но теперь ждем воскресенье. Надеюсь, что все будет хорошо. Опять же, ну, предпосылок к тому, что у локомотива все плохо, я не вижу. Да, но если мы выйдем тем же самым составом и с тем же самым настроением, то, конечно, и с Балтикой нам мало что светит. Но я думаю, что мы увидим совсем другой локомотив и по составу, и по своему настроению. Все, ждем воскресенье. С вами был Тим. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!